Доброго дня всем моим зрителям! Сегодня я бы хотела показать вам выкройки из журналов Burda за февраль, которые мне понравились. Журналы в России еще не вышли, они выйдут в конце января, 1.30 января Burda Style, а Burda Extra по-моему на недельку пораньше. Но в любом случае это довольно долго и пока журналы выйдут, пока они появятся в регионах, в общем, пройдет уже много времени и в середине февраля, я думаю, немножко неактуально и уже неинтересно смотреть вот такие вот обзоры и просто видео про февральские журналы, там уже интересно смотреть то, что будет в марте. Вот, поэтому я решила сегодня снять такое видео и показать вам на фотографиях, на картинках, как я это обычно делаю, вот в этой части экрана они обычно появляются, вот, показать вам то, что понравилось мне, то, ради чего я сама покупаю журнал Burda. В принципе, я покупаю каждый номер Burda Style, Burda Extra покупаю через раз, когда есть возможность, либо когда что-то прям очень сильно в ней понравилось, а вот Burda Style покупаю всегда, потому что считаю, что там всегда что-то интересное есть, плюс у выкроек Burda есть такая особенность, они с годами становятся только лучше и, например, сейчас просматривая журналы там 12-14 годов, находится очень много интересных моделей, которые хочется сшить и которых не хватает в современных журналах. Получается, что старые выпуски отлично дополняют новые. А, кстати, в февральском номере будет две выкройки, которые повторяются, то есть они уже когда-то были в Burda, но вот насчет выкройки 10-го года я не очень уверена, там, в общем, девочки на сайте Burda оставляли ссылку, я посмотрела, ну, очень похожая выкройка, да, а вот насчет выкройки 12-го года, это прям один в один, там был пулловер с такими, знаете, лучевыми драпировками, то есть вдоль бокового шва идут небольшие защипчики, не защипчики, а сборочки такие и напоминают как свет софитов, это все дело, довольно симпатичный пулловер, и вот он появится снова в февральском номере, а был, считайте, вот, ну, практически 8 лет назад. Мне нравится такой прием Burda, что они иногда включают в современные номера выкройки из старых номеров, конечно, тем, у кого эти выкройки уже есть, не так интересно, но, в принципе, Burda это делает так аккуратно и так редко, что, я думаю, можно простить ей это, тем более, если подумать, что многие люди начинают шить только сейчас и покупать Burda только сейчас, у них нет коллекции прошлых лет, так просто порадоваться за тех людей, кому эта выкройка пришла сейчас, они, возможно, сошьют по ней хорошее изделие. Вот, так что я в целом за то, чтобы Burda перепечатывала удачные выкройки, красивые выкройки, сложные выкройки из более старых номеров, можно даже винтажные номера тоже сюда подключить и вот взять такую традицию. Ну что ж, давайте начнем, я буду по порядку двигаться, то есть не по тому, как в журнале эти модели идут, а просто по числовой нумерации, и первая выкройка, которая мне понравилась в февральской Burda Style, это джемпер 104. Почему-то Burda стала называть все подобные вещи пуловерами, но пуловер, насколько я знаю, это трикотажная вещь с V-образным вырезом, поправьте меня, если я ошибаюсь, пуловер вот это с V-образным, джемпер с круглой горловиной, свитер, по-моему, с воротником-стойкой, ну вот надо посмотреть эту таблицу, это словарик, так скажем, терминов, как правильно называются, какие элементы одежды. Так вот здесь я думаю, что это джемпер, он из трикотажа, тонкого, вискозного, наподобие футболочки, но все-таки мне кажется, футболка это что-то более спортивное, а здесь такая красивая женственная кофточка, вообще, в принципе, можно называть все кофточками, да, и не ошибешься, вот, и здесь довольно красивый рукав, у него встречная складка, за счет чего сам рукавчик получается слегка пышным, это не какой-то супер большой объемный рукав, который будет привлекать много внимания и занимать место под одеждой, а вот просто, знаете, маленький элемент, который вносит, ну, скажем так, небольшую изюминку, капельку романтизма, и мне такие элементы очень нравятся. Плюс тут аккуратная горловина, бурда иногда делает такие, знаете, широкие горловины лодочкой, либо очень глубокие, такие круглые горловины, какие-то, как будто бы уже слегка растянутые, они смотрятся, а вот здесь все очень скромно, очень сдержанно, и мне кажется, так аристократично получилось. Модель в горошек мне нравится больше, у нее такой французский шарм, и вот, конечно, я бы хотела себе такую сшить, но все упирается в поиск трикотажа. Я думаю, сюда он нужен однозначно тонкий, никакой там ни футер, ни что-то такое толстое, хлопковое, вот как раз вискозные трикотажи отлично подойдут, мягкие, пластичные, которые легко драпируются. Сшить, возможно, их будет не так легко, я шила как-то однажды тоненький-тоненький трикотаж, и это, знаете, надо постараться, потому что, ну, по крайней мере, вот у меня так было, было много ручных стежочков, в принципе, много времени потрачено, но вещь того стоит, смотрится она легко, воздушная, и вот по этой выкройке, думаю, можно сшить много таких джемперов разных цветов, и такая довольно-таки базовая вещь получается, вот несмотря на эту складку, у меня, кстати, здесь тоже, видите, на платье есть похожая складка, ну, вот и длина примерно такая же, ну, вот как-то, я думаю, как-то похоже будет смотреться рукавчик этого джемпера. Следующая выкройка это платье 107, безусловно, одна из ярчайших выкроек номера, мне нравится это платье, хотя оно не совсем в моем стиле, я не люблю острые углы, а тут их много, здесь у нас, во-первых, на лифе идет имитация запаха, и эти вот детали, да, верхней части, вот эти лифа, да, они очень такие острые, и мне кажется, прям вот возле лица, да, в портретной зоне оказывается много углов, сама по себе горловина, каре такая квадратная, да, и плюс вот эти вот остро торчащие детали, как на манер распахнутого корсета. Мне это платье чем-то вот напоминает, знаете, фильмы про пиратов, и там вот если есть девушка-пират, пиратка, у нее такая белая рубашка, вот этот вот черный корсет, и он какой-то такой слегка где-то распущенный, слегка такой расстегнутый, и вот это платье у меня ассоциируется с таким образом. Оно вроде бы очень женственное, да, и причем дерзкое за счет вот этих вот распахнутого корсажа. Нравится. Единственное, что я сшила бы его без вот накладных карманов, я, честно говоря, не совсем понимаю, как бы зачем они здесь, возможно, это какой-то такой дизайнерский штрих, да, но мне кажется, все-таки лучше без них, хотя с ними тоже неплохо, но это немножко уже смотрится по-другому, более современно, кстати. Вот мне кажется, карманы делают это платье таким прям дизайнерским, как если бы его создал какой-то современный кутюрье известный. Я даже не буду никого цитировать, чтобы не ошибиться в фамилиях, но вот вполне себе, знаете, такое платье с подиума. И рукав, девчонки, обратите внимание, что здесь рукав, по крайней мере, как вот по техрисунку и по фотографии на манекене, он с завышенным окатом, то есть это не обычная классическая посадка рукава, а он так немножко дальше сидит на плече, поглубже, так скажем, вшит. Это нюансы моделирования, и мне такие рукава нравятся больше, они более женственные, они смотрятся изящнее, элегантнее, и это замечательный штрих. Следующая выкройка 108, это, ну, такой легкий плащ или легкое пальто, оно, в принципе, сшито из габардино, то есть это не какая-то шерстяная теплая ткань, это такой легкий плащ на прохладную погоду, то есть, в принципе, летняя вещь, да, здесь у нас есть отлетная кокетка спереди и сзади, что здорово, то есть, бывает, знаете, только с одной стороны, либо спереди, либо сзади, а тут прямо на с обеих сторон, что, безусловно, добавляет и сложности, и шарма модели в целом. Аккуратный воротничок, это здесь такая, знаете, некруглая горловина, я даже не знаю, как правильно назвать ее, подскажите, кстати, как такой вот вырез называется, мне он напоминает вырез бомбера, да, то есть, такой спортивный немножко вариант, но от спорта здесь не так много, мне кажется, я даже не знаю, к какому стилю можно было бы отнести, наверное, просто casual, вот это вот изделие, двушовный рукав, единственный нюанс, это на кокетке расположены вытачки, эти вытачки идут из проймы, то есть, получается, у нас вот здесь, в области проймы будет некое утолщение, соответственно, наверное, какие-то тонкие ткани сюда только можно использовать, которые не создадут вот здесь какого-то грубого участка, то есть, ну вот, сама Бурда шьет эту выкройку из жаккарда и габардина, тонкие ткани, ну, относительно тонкие, ну, и, соответственно, нам с вами тоже нужно ориентироваться на что-то подобное, может быть, какие-то плащевые ткани, может быть, лен, кстати, сюда тоже, как вариант, ну, тогда это будет прям тоже такой совсем летний, да, как пыльники их еще называют, но вещь небольшая, большого объема, сидит точно по плечам, аккуратный рукав, аккуратная длина, мне кажется, замечательный вариант такого летнего, да, плаща, или как, летнее пальто, они еще называются, в общем, достаточно элегантно смотрятся, и немножко так по-спортивному, кстати, мне кажется, будет хорошо и с какими-то такими брюками, джинсами смотреться. Следующее платье очень женственное, это модель 110-я, похожая модель недавно была в вариации для высоких девушек, и теперь для девушек среднего роста, красивое, нежное, элегантное платье, снова юбка мидии, на этот раз без драпировки, мне очень нравится фигурная вставка на талии, она как раз-таки вот это платье 70-х, да, сборка по низу лифа, пышный рукав, и вы знаете, я думаю, что на основе этого платья можно сшить блузку, мне понравилась блузка на одной девушке-блогере, я просто смотрела видео, она не швейный блогер, это Юлия ее зовут, фамилию, к сожалению, сейчас Марушкина, по-моему, я оставлю ссылочку на то видео у себя в инфобоксе, в общем, у нее была потрясающая красота сливочная блузка с пышными рукавами, вот как раз с такими же вот защипами, да, по низу груди, вот на фигурном поясе, с воздушными петлями, очень это романтично и женственно выглядело, в общем, я заказала себе ткань, такую сливочную, сливочный крепдешин, вот на такую блузку, и все думала, по какой выкройке сшить, ну вот, собственно, вот, это выкройка только здесь в платье, ну, мы, соответственно, юбку делать, если не будем, то у нас получится блузка, ну, и нужно будет добавить планочку с пуговками спереди, и получится классная модель, кстати, похожих блузок я нигде не нашла, я пересмотрела Грассер, Ла Форм, Вики Соус, вот Бурду, и вот прям ничего не было, только платье, то есть отдельно выкройки блузки, к сожалению, нет, если знаете, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я пока что вознамерилась сшить вот по этой выкройке. Следующее тоже платье, модель 113, это такое простое прямое платье, как бы если спереди, да, смотреть у нас, прямой силуэт, короткий рукав, на грудной вытачке, сзади есть интересный элемент, во-первых, это встречная складка по середине спинки, и, во-вторых, это оборки, которые украшают вырез сзади, то есть у нас это платье получается вообще без какой-либо застежки надевается, либо застежка будет в боковом шве, но я почему-то на тех рисунке этого не наблюдаю, скорее всего, вообще нет никаких застежек, просто вот за счет разреза, оформленного валанчиками, таким рюшечкой сзади, оно будет надеваться через голову, естественно. Очень милое, очаровательное, мне понравилось, и, возможно, буду себе шить. В принципе, такие платья, они универсальные, как праздничные, как повседневные, и всегда удобные и комфортные, что самое главное, чудесная выкройка. Следующая модель, это брюки 115, это как раз вот те брюки, про которые я говорила, что были похожи в 2010 году. В журнале они в двух вариантах, мне нравится однотонный вариант, хотя вот я читала там комментарии к этой выкройке на сайте Борда, что из джинсы, возможно, лучше не шить, и я, в принципе, согласна, то есть вот что джинса, это джинсы, прям выкройка джинс, вот эти пять карманов, все как полагается, а если взять эту модель в качестве просто выкройки брюк, то лучше взять, наверное, просто обычную ткань, как бы, может быть, немножко эластана, чтобы там было для комфорта посадки, и вот сшить обычные брючки. Я, кстати, посматриваю на эту выкройку, потому что мне нужны черные узкие брюки, либо как бы такие темно-серые узкие брюки, и вот, возможно, это будет эта выкройка. Но только тот нюанс, опять же, нужно смотреть, как вам брюки в Борде, потому что брюки, это, в принципе, один из самых сложных элементов одежды в плане пошива, то есть посадка брюк, она не такая простая, и корректировать ее зачастую надо еще на этапе выкройки. Поэтому, если вы никогда не шили брюки по Борде, и вдруг соберетесь, то обязательно сшейте пробник, потому что вот именно посадка сзади, с учетом выпуклости ягодиц, ну и разных других моментов, она может сильно огорчить. Я вот шью по Борде, но на мою фигуру более-менее бурдовские брюки садятся, ну там с небольшими корректировками, а я вот шила по выкройкам из Книпа на себя брюки, и там корректировок у меня было очень много, потому что мне показалось, что бурдовские брюки для девушек с небольшими ягодицами, а Книповские как раз наоборот. Так что обязательно шейте пробник, то есть как бы не то, чтобы не брать, просто нужно сшить пробник и оценить, какой масштаб корректировок нас ожидает, и стоит ли, скажем так, связываться. Следующая выкройка очень спорная, я ее решила добавить в свое видео, потому что в принципе мне понравилась задумка, идея, и вообще было бы интересно порассуждать, как это все можно реализовать. Это такая душегреечка 120. По сути, это куртка, стеганая куртка, возможно, на утеплителе, ну, судя раз она стеганая, то да, на утеплителе. Комментариев тоже к ней было на сайте Бурда достаточно много, что это фуфаечка, телогреечка, и что-то типа такого. Ну, в принципе, да, наверное, оно к этому и отсылает, да, нас к какой-то такой рабочей спецодежде. Просто настолько здесь нет никаких дополнительных элементов, ни воротника стойки, ни каких-то карманов. Вот этот просто V-образный вырез, такой, скажем, скромный запах, там кнопки прячутся, плюс то, что она вся такая простяженная, плюс стежка еще вертикальная. Ну, вот у меня действительно у бабушек, дедушек были такие телогрейки. В них ходили за углем. Но как вариант модного гардероба, мне кажется, это вещь с потенциалом, потому что она такая хулиганская, она такая, ну, скажем, необычная, при всей своей обычности, да, внешнего вида, тут нет каких-то сложных элементов, что, в принципе, я думаю, с теми же вот узкими брюками предыдущими, либо с джинсами, либо с каким-то, может быть, прямым платьем, да, такой немножко боха стиль. Я думаю, она будет неплохо смотреться. Также я в комментариях прочитала, что девочки фантазируют, из какой ткани ее можно было сшить. И мне кажется, вот здесь самый большой полет фантазии, потому что она такая, такая, такая странная, да, что можно использовать любой странный, какой-то нереальный, невероятный принт, который вот, казалось бы, не знаешь, куда применить, а вот здесь фасон простой, задумка неординарная, поэтому можно взять какую-то необычную ткань. Я не знаю, буду я шить такое себе или нет, но меня заинтересовала сама идея, в принципе, и учитывая, что я живу на Ямале, у нас лето довольно прохладное, и вот такие вот курточки или какие-то плащики похожие, стяженые, у нас довольно-таки популярные, и они, их долго можно носить, так что потенциал есть, может быть и сошью. Ну и, конечно, утеплитель сюда, какой-то толстый, брать не стоит. Я когда-то шила себе плащик на шерстепоне, то есть это такой шерстяной, трикотажный утеплитель, но если мне кажется на нем сшить, то потом непонятно, как стирать. Поэтому, мне кажется, самый идеальный вариант, это, ну, либо Alpa-Lux 50, там, либо кто-то, из-за софт, тинсулейт, ну, вот 50, то есть самый такой тоненький, может быть соточка, ну, то есть вот не очень толстые варианты утеплителя, и получится что-то интересное. Вышивку, кстати, можно добавить, вот на такие простые выкройки, можно добавлять любой декор, оно как раз все стерпит. Следующая модель, она больше для лета, это выкройка 120, жилет, хотя, в принципе, мне кажется, если его удлинить, то вполне себе получится интересное такое платье, тоже в стиле сафари, с крупными накладными карманами, изо льна, можно сшить, мне кажется, из хлопка, ну, вот такие вот летние материалы, да, как для сафари, что у нас там обычный лен, хлопок выбирают. Довольно любопытный силуэт, за счет того, что он слегка уже притален по задумке, плюс приталивается еще поясом, то есть это такое женственное сафари, поэтому мне выкройка и понравилась, хотя я небольшая фанатка вот таких накладных карманов, но здесь все смотрится очень даже очаровательно, плюс еще такой нежный голубой цвет и крупные золотистые, или какие-то они тут, ну, такие металлические, под металл пуговицы, в общем, мне понравилось. Следующие модели я покажу из коллекции плюсиков, потому что они мне тоже понравились, плюс, мне кажется, это такие удачные вариации на выкройки, которые были раньше у Бурды, но для других размеров, например, модель 125, это блузка с капюшоном, год назад у Бурды в январском номере вышла выкройка блузки с капюшоном, я ее себе шила, кстати, видео, по-моему, у меня есть, если есть, я оставлю под этим видео тоже на него ссылочку, и я помню, тогда очень много хороших комментариев и комплиментов собрала эта блузка, многим она понравилась, потому что, в принципе, сейчас спортивный стиль, он достаточно популярен, и вот эта блузка, она как раз на стыке между каким-то таким элегантным и спортивным, потому что она шьется из материала подобия атласа или шелка, ну, какой-то такой блузочный материал, но при этом фасон у нее чисто спортивный, и вот такой микс стилей вместе смотрится, на мой взгляд, интересно. Я сама свою блузку носила с удовольствием, в принципе, она у меня вообще из шелка, так что получилась очень-очень интересная вещь, и капюшон там ни капельки не лишний, мне кажется, он вот как раз изюминка образа. И еще одна выкройка у плюсиков, которая мне понравилась, это плащ 126. Мне очень понравилась эта выкройка, потому что она простая, и при этом функциональная. Во-первых, эта вещь на, как мне кажется, уже конец весны, то есть, когда относительно тепло, и мы носим туфельки, что-то такое уже легкое, но нам по-прежнему нужна верхняя одежда, и вот чтобы это не была какая-то куртка или, не знаю, ветровка, можно сделать себе вот такой аккуратный, элегантный и простой плащ. Здесь нет сложных деталей. Единственное, две единственных сложности здесь, это, воротник с лацканами, да, и кокетка. Все. Ни карманов каких-то тут, ни на рукавах там сложной обработки. Мне кажется, этот плащ, по большому счету, можно будет сшить даже без подкладки. Если, ну, там, вот аккуратненько там шовчики на оверлоке обработать, в принципе, можно даже без подкладки. Хотя, конечно, лучше с подкладкой, потому что она все равно комфорт носки создает, и удобнее с ней, особенно вот такие вот всякие верхние изделия. А теперь давайте посмотрим на журнал Burda Extra. Мне понравилось там четыре выкройки, но я не могу сказать, что они прям вот однозначно интересные, хорошие и вот стоящие, потому что кое-что мне в них хочется изменить, доработать. Знаете, та история, когда тебе нравится задумка, но ее надо еще додумать, доработать, доделать, чтобы она стала прям вот итоговым, хорошим вариантом. И вот как раз пример такого, это выкройка вторая, платье, ягодная, длиной до колена, с интересной историей спереди, то есть тут такая диагональная вставка, от которой вверх и вниз идут защипы. Мне не нравится, что для этого платья использована ткань, которая держит форму, благодаря чему защипы смотрятся грубовато. Они в принципе небольшие, но даже вот этот небольшой объем в подобной ткани смотрится несколько невнятно, он какой-то объем создает непонятный на животе, что непонятно, есть там живот, нет там живота, как-то он такой, ну, вот вообще не красит, ни капельки, ни модель, ни человека в ней, ну, на мой взгляд. Я в принципе не против драпировок или каких-то складочек, которые добавляют объема, но мне всегда хочется, чтобы этот объем был оправдан красотой. То есть, это так красиво, что несмотря на то, что это объемно, пусть он убудет. Вот. А здесь такого нет эффекта. Поэтому я подумала, что можно было бы изменить длину этого платья и подобрать другую ткань. Я бы сшила из такого струящегося материала наподобие шелка, либо вискозы под шелк, либо какой-то такой вот легкой пластичной блузочной ткани, но мне хочется представить именно с таким шелковым блеском материал. И эти защипы, мне кажется, будут выглядеть уже понежнее. Вот в таком варианте. Хотя само по себе при этом платье будет уже смотреться более, знаете, таким, наверное, как ночнушка подобным, что ли, вот благодаря этим трем складочкам. Понимаете, их еще тут три. То есть, я думаю, может быть, тогда их как-то в сборку перемоделировать, чтобы здесь была прям целая такая сборка вдоль всего этого диагонального среза. То есть, расширить даже эту нижнюю деталь, но только чтобы эта сборка была не прям густая, а такой легкий-легкий намек. Потому что какие-то другие складки мне здесь представить сложно. Тогда, если, например, мы делаем сборку снизу, соответственно, вверх у нас тоже должна быть небольшая сборка. Причем, знаете, эту сборку можно сделать на определенном участке. То есть, не прям по всей длине, а где-то, например, вот в этой части и вот в этой. И мне кажется, тогда это платье станет прям дизайнерским. Я, честно говоря, не знаю, у какого дизайнера что-то подобное есть, но мне кажется, должно быть однозначно, потому что вот эта тема, такой полуприлегающий силуэт, какие-то диагонали, какая-то сборка, плюс длина миди, плюс вот это шелковое, что-то такое струящееся. Сейчас это довольно актуально. Это, знаете, говорит, развивайте насмотренность. Вот я где-то насмотрелась, а теперь я не знаю, где это было, но вот мне кажется, что вот было хорошо. Так что длина миди, расклешенный крой, возможно сборочка и вот такая вот струящаяся ткань под шелк. Вот такая вот у меня фантазия в отношении этой выкройки. Следующая модель, это платье, которое, кстати, тоже очень сильно похоже на дизайнерское. Тут даже можно поискать, кто этот дизайнер, потому что что-то похожее, кстати, выпустили Грассер. И Грассер по-моему, как раз каким-то дизайнером вдохновлялись, когда эту модель делали. Вот сейчас очень сильно боюсь собрать, но по-моему так и было. Если вру, простите. Здесь причем даже два варианта платья с рукавом и без. И вот вариант с рукавом как раз таки смотрится именно вот очень так современно, по-трендовому. Кто-то точно для подиума что-то такое создавал. Модная сейчас история вот с этими свободными проймами, да, то есть пройма летучая мышь и у Пурды в принципе тоже что-то подобное было. Опять же длина миди, полуприлегающий такой свободный слегка мешкообразный силуэт. И вот как раз опять эта сборочка небольшая на участке спереди. Вот это платье прям действительно как с какого-то модного дома взято. Ну просто вот дана выкройка. Может быть чуть-чуть более упрощенная, да. То есть если там какие-то известные дизайнеры, в них может быть с объемами они лучше работают. То есть они там как-то может быть изгибчик немножко другой, какой-то угол наклона цельнокроеного рукава у них может быть тоже другой. Ну вот нюансы. Но в целом силуэт прослеживается вот современных модных тенденций. Вариант без рукава тоже имеет место быть, тоже интересен. Ну конечно не на сейчас. Все-таки зима холодно, а летом я думаю будет классно смотреться. Следующее платье снова про драпировки. Вы скажете, ну конечно, как Кате могут не понравиться эти журналы? В них же столько драпировок. Да, я люблю драпировочки, сборочки. Считаю, что это очень элегантно и женственно, и романтично, и вообще все это очень красиво. И мне нравится в принципе, когда ткани много, когда ткань вот так вот как-то по-разному присобрана, разложена, вот когда знаете там несколько разных каких-то слоев. Ну может быть да, есть какая-то отсылка у меня к восточному стилю, когда девушки там вот эти покрывала, драпировались и закрывали свое тело. Ну да, я люблю, когда материала много. И вот как раз такая тоже модель. Единственное, что здесь я бы опять изменила длину. Вот эта длина до колена, она, ну я бы не сказала, что прям сильно актуальна сейчас. Хотя, вы знаете, я считаю, что нужно шить то, что вам нравится и то, в чем вы себе нравитесь. Если вы себе нравитесь в платье до колена, шейте до колена. Я себе нравлюсь в платьях ниже колена, поэтому я вот всегда говорю, что я бы удлинила. Я бы удлинила. Мне опять же тот принцип, что больше тканей красивее смотрится. Да, вот я бы хотела это платье в длине миди и на талию здесь я бы добавила ремешок, ну поясочек какой-то. Просто, чтобы подчеркнуть талию, сшить это платье опять же из какого-то летнего такого струящегося материала. Может быть, это, ну та же вискоза, например, подшелк материал, потому что вряд ли я куплю столько шелка на это изделие. может быть, конечно, но сильно маловероятно, если я до сих пор не купила, значит, потом не куплю. Вот, здесь интересный элемент вот спереди, да, вы видите, красивая драпировка, которая перехвачена планочкой и от нее вниз еще идет такая центральная расклешающаяся часть. Платье будет воздушное, легкое, ну вот не хватает приталенности, я считаю, для полного шика нужен поясочек и тогда будет просто 5 баллов. Ну и длина мидии. И финальная выкройка номера это пальто 19, мне все время хочется сказать 119, потому что у бурды от 100 идет нумерация, а тут просто 19. В первую очередь это пальто привлекло мое внимание своим широким высоким воротником, который сзади можно поднять, спереди хорошо так задрапировать, сложить и укутаться в него. Второй момент положительный это приталенный силуэт, сзади рельеф и спереди по-моему это полурельеф полурельеф и называются, поправьте меня если я ошибаюсь, ну вот то есть верхняя часть у нас рельефы она на уровне бедра шов в котором карман с клапаном и собственно вот там как бы за этим всем делом и прячется шов соединения отрезного бачка с центральной поясочке немножко наискосок идет у нас линия борта и в целом пальто выглядит очень гармонично сзади кстати есть шлица то есть она удобная теплая приталенная с поясочком чуть-чуть я бы сшила себе его подлиньше ну и так оно хорошо смотрится хороший такой запах тоже теплый да у нас ну она вроде бы однобортная но все равно вот зону груди хорошо закрывает тут прям очень много будет слоев ткани здесь будет прям тепло единственный нюанс это какую ткань сюда выбирать потому что вот за счет этого высокого широкого воротника нам надо взять ткань которая будет шерстяная конечно же и при этом мягкая пластичная чтобы она ложилась хорошо то есть она не стояла вот здесь колом то есть какое-то например сукно я думаю сюда не подойдет а нужны ткани которые вот именно мягкие драпирующиеся но при этом пальтовые возможно это будет не самое толстое то есть зимнее пальто в гардеробе потому что ну наверное оно больше такое именно осенне-весеннее ну вот на ту погоду когда ветра да то есть когда хочется шею вот эту вот область хорошенечко прикрыть я думаю оно подойдет так что я думаю да я возьму этот номер хотя бы вот ради выкройки этого пальто и вот предыдущих там нескольких платья ну что девчонки на этом все не знаю каким получилось это видео большим или маленьким надеюсь маленьким я пытаюсь снимать короткие ролики чтобы это не затягивалось надолго пишите пожалуйста в комментариях выкройки номера выкройки которые вам нравятся в этом журнале в этих журналах какие вы ждете что планируете шить большое спасибо за внимание я была рада снимать для вас это видео пока пока